Здравствуйте! Артур Коблев хотел проконсультировать по трудовым вопросам, по тем вопросам, которые возникают у работников после трудоустройства, либо до трудоустройства, либо же когда не выплачивают, либо когда работодатель явно нарушает права работников. С чего хотелось бы начать? Хотелось бы начать, что по той практике, которая сложилась, у нас на территории Российской Федерации большинство не оформляются и не имеют на руках записи в трудовой книжке о принятии на работу соответствующим приказам, и нет трудового договора, то есть основного документа, подтверждающего условия ошеления трудовой деятельности, выплата заработной платы и то, что все-таки работодатель предоставляет ту работу, которая указана в другом договоре. Большинство таким образом устраивается, начинает работать без оформления. С чем они могут столкнуться? С чем обычно они сталкиваются? Они сталкиваются с тем, что в один прекрасный день работодатель просто подходит и говорит, я вас не нуждаюсь, лучше было бы освободить это рабочее место. И большинство по своей психологии думает, что раз я не нужен работодателю, насильно работать я не буду. И уходит, и впоследствии, да, либо последние отработанные дни им отдают, может быть не отдают, но таким способом они распрощались с работодателем. Далеко неправильно, далеко нелогично, да, далеко это не то обстоятельство, при котором работник, да, должен просто взять и уйти. Объясню почему. Есть статья 15, статья 16 Турного кодекса Российской Федерации и практика, которая сложилась в судах на территории Российской Федерации, да, касаемо того, что можно признать спокойно факт трудовых правоотношений, да. И в этих статьях о чем сказано? В этих статьях сказано о том, что если работодатель допустил фактически вас к выполнению правовых обязанностей, а тем более, если вы работаете там месяц-два, то тут в принципе о допуске, да, говорить странно о том, что да, реально вы работаете, и поэтому здесь не надо даже обсуждать допуск, да, вы работаете у этого ругодателя. Поэтому как доказать? Доказать можно это свидетельскими показаниями, там, коллегами, друзьями, да, можно доказать пропускными какими-то моментами, что да, вы в эту организацию попадали, у вас были соответствующие пропускные документы, в накладных где-то фиксировались, в каких-то журналах фиксировались, да. Если есть эти доказательства, да, вы в суде впоследствии сможете установить факт трудовых правоотношений. Что делать, если все-таки преподаватель сказал, да, до свидания? Вы должны в первую очередь письменно заявить о том, что он лишает вас возможности трудиться. Как это делается? Делается это легко, да, пишется в шапочке, к кому обращаемся, от кого, ваши координаты, адрес и пишите о том, что прошу меня допустить к работе, время-место сообщить допуск к работе, да, по такому-такому телефону, либо по такому-такому адресу, в связи с тем, что вы лишаете меня возможности трудиться. Естественно, с этого момента, если он принять не хочет, да, сделать отметку о том, что это он заявление принял, он, в принципе, имеет право и не принимать, поэтому вы лучше это отправьте все по почте России с отметкой о том, что там, к примеру, с заказным свидетеляем, с дописью, что вы такое заявление нападателю отправили. С момента, как вы отправили, у вас возникает право, что за вами сохраняется, средняя месячная заработная плата до момента, пока он сообщит место, время и когда вы можете приступить к работе, потому что здесь он лишает вас возможности трудиться по его воле, то есть не по вашей воле. Как вы далее должны действовать? Если, к примеру, да, он все-таки распрощался с вами, не реагирует на заявление, есть у нас два органа основных, да, которые осуществляют надзор, осуществляют заработать, привлекают к административной ответственности, выносят предписания, да, это Государственная инспекция труда Российской Федерации и в данном случае прокуратура либо по району, либо по городу, либо можно вышестоящую прокуратуру написать на факт, что у вас нарушается, работодатель нарушает трудовые права. Да, есть еще такой орган вышестоящий, куда можно писать, это рост труда. Далее, мы не должны забывать о том, что в Трудовом кодексе Российской Федерации есть сроки. Сроки, касаемые восстановления нарушенных трудовых прав. Это статья 392, где сказано, если вас уволили незаконно, это один месяц вы имеете право обратиться в суд в течение одного месяца и по остальным трудовым спорам три месяца. Поэтому эти сроки соблюдайте, эти сроки не игнорируйте, потому что по практике скажу, была у нас беременная женщина в практике, да, в связи с пропуском срока суд не восстановил нарушенные ее права. Такое тоже бывает, поэтому все-таки не пропускайте эти сроки. Далее, инспекция не смогла решить ваш вопрос, прокуратура не смогла вас решить вопрос. Естественно, в указанные сроки обращайте срочно в суд с иском. К примеру, если у вас нету трудового договора, записи в трудовую книжку, первое требование будет это признать факт трудовых правоотношений и все-все остальное, это выплатить заработную плату, среднемесячную зарплату за время, которое он, работодатель, решил у вас возможности трудиться. Естественно, работодатель обязан месяц, два, три, четыре, пять, шесть, неважно, да, он обязан начислять среднемесячную заработную плату. И таким способом вы сможете восстановить свои права. Далее, выносится решение суда. Решение суда, если это не касается восстановления на работу, да, оно вступает в законную силу в течение одного месяца. После вступления в законную силу вы подаете исполнительный лист, да, и исполнительный лист подлежит принудительному исполнению через отдел службы судебных приставов. Если это касается денежных средств, то это с расчетного счета организации будут удержаны те денежные средства, которые присудил суд. Таким образом вы сможете восстановить нарушенные права работодателям. Ни в коем случае нельзя думать, что работодатель всегда прав, должны всегда действовать. Есть еще такой интересный факт, с чем я сталкивался. Потому что были такие ситуации, когда я находился на стороне не только работника и работодателя, потому что встречается случай, когда работник тоже злоупотребляет своим правом, да, не работая, злоупотребляя своими правами, хочет просто получать зарплату. Вот, что я скажу. Работник освобожден от любых госпошлин, от любых издержек, которые предусмотрены в суде. Поэтому, поэтому работник, обращаясь, он не платит госпошли, он не платит ничего. И поэтому, да, никакой экономической преграды нет обращаться в суд. Вы не должны будете впоследствии платить за юридические расходы, к примеру, если вы обратились и работатель нанял адвоката, да, и за понесенные расходы вы не должны будете платить. Поэтому, поэтому восстанавливайте свои права, поэтому обращайтесь. Нет никаких преград не обращаться. Полностью трудовой кодекс Российской Федерации на вашей стороне. Хотелось бы, что еще подметить. При увольнении, как осуществляется окончательный расчет, да. Если даже вы написали заявление по собственному желанию, уволились, да, в большинстве случаев говорят, приходите там через месяц, там в день выдачи зарплаты. Далеко не так. Трудовой кодекс Российской Федерации говорит о том, что в день расторжения трудового договора, день прекращения увольнения работника, да, работатель обязан сделать окончательный расчет. Что подразумевает под собой окончательный расчет? Это все выплаты, начиная отработанные дни и заканчивая неиспользованным отпуском. Например, вы 5-6 месяцев отработали, за это, за эти месяца, за эти дни работатель обязан сделать расчет и выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. И таким образом распрощаться. Вот. Поэтому обращайтесь в суды, есть у вас реальная возможность взыскать зарплату. И поэтому, да, нужно этим пользоваться. Хотелось бы еще обсудить такой момент. Когда вы работаете, все нормально, но не платится зарплата. Тоже нельзя сидеть, тоже нужно обращаться в суд и взыскивать эту зарплату. Потому что большинство организаций имеет уставной капитал 10 тысяч рублей. И большинство организаций в последствии могут стать финансово неплатежеспособными. И с того момента, когда возникает опасность, что они не платят, у вас есть все возможности, если вы начнете в начальную борьбу, что вы взыщите эту зарплату. Потому что были случаи, когда работник полагал там 700 тысяч рублей, да, последствия от того, что фирма признана банкротом, он взыскать эту зарплату не мог. И как юрист, я констатировал тот факт, его обращение было просто запоздало. Потому что он весь год ждал, что данная организация ему начнет выплачивать эту зарплату. Но тем не менее, в конце получилось так, что у организации на активах ничего последствий в конце года не оказалось. Поэтому борьбу нужно начинать прямо сейчас. Если нарушаются, так скажем, да, сроки выплаты заработной платы, вы имеете полное право обращаться. Далее, что хотелось бы такой важный момент подменить. Если вам не выплачивается заработная плата, вот, проходит 15 дней от срока, которого вы должны, вам должны были выплатить заработную плату. Вы имеете полное право написать заявление, о приостановлении, ошеление трудовой деятельности до выплаты заработной платы. И, естественно, пока, пока будут идти дни, пока работают не выплаты заработной платы, за вами сохраняется среднемесячная заработная плата. Об этом говорит плену Верховного Суда. Естественно, вы можете воспользоваться своими правами также. Не обязательно выходить на работу, не обязательно работать, если заработная плата не платится. Вы имеете полное право приостановить. Но, опять же, ознакомьтесь. Эти данные права не распространяются на всех. Там указаны, к примеру, внутренние войска и тому подобное. То есть, те работы, которые нельзя приостанавливать. Медицинские какие-то работники и тому подобное. Вы ознакомьтесь внимательно. Есть перечень работников, которые не могут воспользоваться этим правом. Я говорю, к примеру, об обычных работниках. Строители, юристы, экономисты и тому подобное. В тех сферах, где можно приостановить. Поэтому ознакомьтесь и вы поймете, в каком перечне ваша должность подходит ли и где вы можете приостановить свою деятельность. Поэтому пользуйтесь. Убирайте понятие, что работодатель всегда прав. И все-таки, если будет общая борьба, и если каждый начнет отстаивать свои права, законы предусмотренного кодекса Российской Федерации, то понятие работодатель всегда прав. Перейдет в понятие работник всегда прав. Будут какие-то дополнительные вопросы, можете обращаться в личку. Номеря телефона у меня на страничке указаны. В зависимости от наличия или отсутствия времени, я вас буду дополнительно консультировать в соцсетях. Всего доброго. Артур Коблик. До свидания.